Мы, как обещали, вышли в эфир. Привет! Здравствуйте всем! Здравствуйте! Начинаем с вопросов. Начинаем с вопросов? С вопросов. Ну а что, задавали, интересовались? Надо ответить. Нет, давай мы с тобой все-таки начнем немножко по-другому. Сейчас ты пока скажешь... Хорошо, знаешь, давай так. Сейчас мы действительно начнем с первого вопроса, я тебе зачитаю, потом мне нужно кое-что будет наладить у себя. Понятно. Итак, вот так. Уже у нас был такой вопрос, дорогой мой. Давай. Вопрос от Ричарда. Здравствуйте, боюсь, не смогу позвонить во время эфира. И вот так. Я бы хотела спросить, являются ли события, описанные в белом на черном, частичным вымыслом, обобщением не только вашего опыта, или они полностью документальны, то есть это ваши биографии, реальные люди? Просто я случайно наткнулся на обсуждение вашей книги выпускниками одного из интернатов. Ваших бывших соседей и соучеников, они подвергали критике и точность ваших воспоминаний и говорили о том, что вы сгущаетесь в краске. Понятно, что у каждого из нас свой расимон, поэтому мне интереснее ваша точка зрения, уж не меньше, чем воспоминания других пострадавших, прошедших от российских домов инвалидов, домов престарелок. Есть ли вообще истина в личных воспоминаниях? Вот давай пока отвечаем на этот вопрос. Да, хорошо. Вопрос хороший, вопрос замечательный. Если вы беседовали... Как зовут человек? Ричард. Ричард, дорогой Ричард. Если вы беседовали с выпускниками тех же детских домов, откуда выпускался я, то, очевидно, они были живы. Ну, глупо. Вы не можете устроить спиритический сеанс с теми, кто умер. Разумеется, это литература. Разумеется, это литература, основанная на подлинных фактах. Печальное в этом то, что, конечно, вся литература невместима в нашу жизнь. И наша жизнь не вмещается в литературу. Литератор вынужден смягчать краски. То есть, есть все, что вы прочитали, это все была правда, но это 6% от той правды, которая была на самом деле. А тут насчет детских домов. Если вы внимательно прочитаете мои книги, вы поймете, что детские дома не были не адом, как вы задали вопрос. Они, конечно, не были адом, они были замечательно, прекрасные. И, конечно же, вы могли побеседовать с их выпускниками. Маленькая разница, что, конечно, эти выпускники, очевидно, были ходячие, либо у них работали функционально две конечности. Рука-нога, две руки, две ноги. Так как у меня такой шикарной возможности не было, а я был неходячим, то я, очевидно, рассказывал о другом детдоме, в котором, разумеется, мы должны были умирать. Вот. А истина – это то, что вы сможете понять из книги. Если я начну описывать то, что я видел, все, то вы на второй странице книгу закроете, никакой истины вы не узнаете. Вопрос вас не обеспокоит, и вам будет просто читать неинтересно. То есть я, конечно же, смягчал. Конечно, то, что написано в книге, 150 раз мягче, чем того, что было на самом деле. А моим соученикам, которые состоялись в жизни, которые с вами беседовали, я могу пожелать здоровья, успехов и очень хороших воспоминаний о детских домах. Детские дома действительно были хорошие. А то, что Рубен не ходил, ну, это проблема Рубена. Пошли дальше. Михаил Щербаков тебе пишет. Рубен, очень уважаю вас. Читал вашу книгу «Белое на черном». Потрясло. Снимаю шляпу. Ну, спасибо. Спасибо на то. Ну, собственно говоря, я вот здесь небольшое такое, небольшое оттебятину сейчас скажу. Я думаю, что целью этих эфиров является именно продолжение того, что вы прочли «Белым на черном» в смысле посыла, в смысле общего какого-то, понимаете, общей передачи зрителю и читателю тех смыслов, которые заложены в этой книге. Потому что Рубен, конечно, в состоянии сказать наяву, сказать в прямом эфире гораздо больше в смысле актуалий на этот момент уже совершенно отдаленно от тех страшных реалий, давящих, чем, в общем-то, можно даже себе представить. Поэтому я так и настаиваю, и, собственно, мы вместе настаивали на то, чтобы вы имели право и возможность задавать всяческие вопросы, чтобы вы имели эту самую возможность дискутировать с ней, со мной, чтобы мы могли обсуждать болезненные какие-то вещи, потому что из этих болезненных вещей состоит наша с вами жизнь. Не только жизнь в детских домах, но и жизнь обычного человека, который живет каждый день, и который сталкивается каждый день с какими-то моментами очень непростыми. Таким образом, я плавно перехожу к теме нашей актуалии, дорогой. Ты не избежишь этого. Давай, давай. Потому что я и все мы на прошлой неделе, мы столкнулись с... Это уже израильские актуалии, поэтому я прошу прощения у тех, кто не совсем с нами в этом, но все-таки немножечко, буквально несколько слов. Мне важно, чтобы... Давай, хотя бы израильские темы, хорошо. Да, да. Ну, как актуалии, ты калькер, потому что вы их пошли дать. Да, калькер. Кругаться мы учили не будем. Ребята, я 28 лет в стране, у меня могут быть, несмотря на мой шикарный, в общем-то, казалось бы, опыт с русским языком, я знаю много матерных частушек, но тем не менее какую-то лексику я могу и забывать периодически, за что прошу прощения. Да. Так вот, наша... Как ты сказал мне актуалии, а что? Новости, тема другая, что, что хочешь. Окей, наши новости связаны с недавними протестами представителей нашей эфиопской общины. Я бы хотела, чтобы Рубен сказал несколько слов, мы предварительно с ним не обсуждали, а просто обсуждали в телефонном разговоре все произошедшее. И я бы хотела услышать напрямую сейчас то, что ты сказал по этому поводу. Хорошо. Можно только я скажу, что произошло? У меня был убит 19-летний эфиопский парень, убит случайно, рикошетной пулей, во время выяснения отношений, связанных с насилием, с полицейским. Полицейский был не при служебных обязанностях, тем не менее, у полицейского было впечатление, что его жизнью угрожает опасность. И вот я бы хотела, после этого убийства вспыхнули грандиозные, совершенные эфиопские протесты по всей стране, дороги были перекрыты, многие люди не получили доступа к транспорту, не смогли приехать домой, проводили по 3-6 часов в пробках. Это, конечно, вызвало волну ответного возмущения. Вот что ты думаешь по этому поводу? Так, ну, убитый, я только хочу сказать, это очень важно. Убитый не был ангелом. Мы сейчас не будем его лично оценивать, это не наше дело. Полицейский в мире розовых суклонников и розовых пони, и зеленых суклонников, и голубых суклонников, полицейский, конечно, должен был вызвать бригаду и не вмешиваться. Но есть такое понятие, как синдром полицейского, которое существует в каждой стране мира. Что в России, что в Америке, что в Германии, поверьте, моё преимущество в том, что я жил во многих странах. То есть не туристом жил, а жил, как живёт обычный немец, обычный американец. Дело в том, что синдром полицейского, он заключается в том, что полицейского тренируют реагировать меньше, чем за одну секунду. То есть полицейский в горячей ситуации должен сначала стрелять, потом думать. Он обязан так поступать, он не может по-другому. И пожилые полицейские, полицейские не на дежурестве, полицейские, которые проходили мимо, они всё равно ввязываются в драку, есть у них оружие, нет у них оружия. На дежурестве, без дежурества, в форме, без формы. И очень часто бывшие полицейские или полицейские не на дежурестве предотвращают крупные правонарушения. Они всегда это с оружием. В последний раз, когда я это читал, будучи в Америке, полицейский кинул вооружённому человеку табуретку под колени. Когда его спросили, а чё ж ты не стрелял, зачем было кидать табуретку, он сказал, когда Редонок родился, жена сказала, или пистолет дома, или Редон. То есть, конечно же, большой вопрос, кто дал этому полицейскому оружие. Это, конечно же, большой вопрос. В смысле, кто ему разрешил вносить оружие в медвежкурство. Конечно же, есть такая профессия защищать людей. И тут мы ничего не можем сделать. Парень сто процентов невиновен, я на его стороне. Потому что, как только, да, мы ругаем полицию, да, полиция неперфектна. Нигде, ни в одной точке мира, нигде она неперфектна. Американизм? Мы можем друг друга подкалывать, мы давно друг друга знаем. Вот. И что я хотел сказать, что в любом случае, когда завтра мне понадобится, я всё равно буду звонить в эту полицию. Так что всё нормально. Или я завтра выйду на улицу, а там будет вот этот вот паренёк, который, может быть, не на сто процентов правильно себя повёл. Вот. Вот и всё. Но согласись, всё-таки, мне кажется, надо это уточнить, что право протеста легитимно, правда? Право разбой, наверное, не легитимно. Право протеста. Ну, тут опять же, право на протест, право на протест. Но если мы переграживаем дорогу, например, и кому-то не доезжает скорая помощь. Окей, где право на протест? Мы убили человека. Кто-то убил, полицейский-то убил человека рикошетом, он по инструкции должен был стрелять вверх, а он выстрелил вниз, а землярикошетик иногда. Мы не знаем, что там было, асфальт, карпичка, кто-то. А когда на 6 часов перекрыли трассу, то тут понятно, что в процессе есть пожилые люди в машинах сидят, да? Это уже минус 1 человек. Я не видел статистику. Такой статистики нам никто не скажет, кто проехал, и им поплохело, кому стало уже. В дороге сколько полицейских машин не доехало, сколько машин скорой помощи не доехало. Я считаю, что перегораживать общественную дорогу, конечно, никакого права ни у кого нет. Даже у самых правильных протестов. Хотите митинговать, митингуйте у здания милиции, у здания полиции, у здания мэрии, где угодно перекрывать дороги. Это очень тяжелое преступление. Настолько же тяжелое, если не тяжелее, чем стреляет вверх человека. Вот я как бы так бы сказал. Ну вот ты находишься в машине скорой помощи. Инфаркт 4 минуты. Ну ладно, подожди. Пожалуйста. Я согласна со всем, что ты сказал. Я просто хочу сейчас, пользуясь этой возможностью, сказать, давайте будем пытаться, по крайней мере, быть терпеливее. Давайте попытаемся, как мы с тобой обсуждали эту тему, мы говорили об этом, что это не может быть в зависимости от действительно расовых каких-то заморочек. Мы не можем называть людей обезьянами, что вызывает безумное возмущение и отторжение. Мы просто должны встать немножко терпением. И здесь все с вами играем на одной прекрасной детской площадке под названием «Страна Израиль». Я хочу прочитать вопрос следующий, который, мне кажется, очень-очень правильно прозвучит, он может быть важен не только для задающих. Вопрос задала Екатерина. Рубен, к сожалению, не смогу во время эфира быть в сети. А вопрос есть. Я в качестве волонтера ездила несколько лет в один интернат для детей с инвалидностью. Видела, насколько несамостоятельными выходят из его стен выпускники. Как они ждут, что придет кто-то взрослый большой и сильный и сделает им хорошо. Как у вас получилось стать самостоятельным и выйти из стен интерната для взрослых? Что вам в этом помогло? Или кто помог? Самостоятельным? Я уже говорил, писал тысячи раз, еще раз скажу. Поймите, я все-таки воспитывался всю свою жизнь в детских домах интерната. Что такое детский дом-интернат? Это место, куда родители привозили своих детей и забирали на лето и на зиму. У нас серых, как таковых, биологических серых, было очень мало. То есть я общался с нормальными детьми, нормальными в плане их социализации. Мне повезло страшно. Второй раз мне повезло, когда меня по ошибке, ну там просто мальчик умер, меня просто жили на его место. И я стал жить в комнате со старшими мальчиками. Кстати, зацикливаю на первый вопрос, что журналист беседовался моими соучениками. Все эти старшие мальчики умерли, и умерли все в один день. Их увезли, я пошел в школу, я пришел из школы, и вот 10 кроватей, все аккуратно засланы, все умерли. И они меня учили жить. То есть как жить, как они мне говорили, что учебник пропустил урок, а в тикле с ним возьми учебник, прочитай сзади. Я так и жил. А потом я попал в дом престарелок, очень хороший, к нам приходили в гости. Я женился, и тут же поступило распоряжение переместить меня в ПНИ, то есть дом психоневрологический. Чтобы не дать мне жениться, ну тут пришел Горбачев, и все испортил. Меня уже, нельзя было перевезти. И я был все-таки заложник, то есть я не был обычный, ну я жил как обычный русский мальчик, есть русский человек, но я все-таки был внуком генсека испанской коммунистической партии. В какой-то момент, когда проводился съезд, этой самой компартии обо мне вспоминали. В какой-то момент забывали. Вот, то есть мне везло, не везло, мне везло много раз, потому что съезды они собирали часто, и каждый раз, когда они собирали съезд, мне удавалось выжить. Вот так, приблизительно так вот, я могу сказать. «Добрый вечер, Рубен», пишет Елена Мормол, книгу купить невозможно, нету, будет ли переиздание? Во-первых, переиздание, переиздание постоянно. Этой книге, я знаю, что я в постоянном контакте с Ольгой Дублиной, это мой издатель, вы поймите, сама книга в издательстве есть, была и будет, и никуда не денется. Довезти книгу из Петербурга в Москву уже проблема. Ну, до Москвы как-то довозят. Если вы не в Петербурге, вам тяжелее. Если у вас кто-то из знакомых ездит в Москву, опять же, у вас есть шанс. «Вечные дураки дороги», «Вечная Россия», все это понятно, что книгу возить невыгодно, книга это не картошка, хотя они, да, вторая проблема есть в мою книгу, проще всего купить в большом и воплосном городе. Но книга есть, это точно, просите знакомых, друзей, спирайтесь, ну, как мы доставали книги, так и вы достаете. Ничего, нам было, наверное, даже сложнее доставать книги, чем вам сейчас, но книга есть. «Слушай, вот тут возврат к теме эфиопских протестов, но, может быть, и вернемся, вот просто потому, как я тебе…» «Пожалуйста, пожалуйста». «Пожалуйста, потому что этот вопрос достаточно актуальный. Как вы относитесь к тому, что многие сейчас проводят знак равенства между протестом эфиопской общины и протестом инвалидов в прошлые годы? Инвалиды тоже перекрывали дорогу? Ну, про протесты инвалидов мне бы не хотелось говорить, хотя, ну, раз придется, то придется, я бы сам бы не вышел с этого вопроса. Поймите, когда я видел, когда инвалиды перекрывали дороги, я видел, что привозили детей, Лика, представь себе, детей с респиратором, детей в колясках инвалидных и ставили на жаре, пока шел митинг, дети стояли на жаре. И ни одна митингующая личность не дала ребенку попить. Это все шло в прямом эфире. Понятно, что меня нельзя так выкатить на солнышко и три часа митинговать. Я сейчас не буду говорить, насколько хорошо или плохо обеспечиваются инвалиды. в Израиле это для меня я так гляжу, они по-другому. Но детьми перегораживать дорогу это преступление. Это нельзя. Это преступление по отношению к детям. И вот этих инвалидов, я понимаю, что полицейские не знали, как харизовывать. Очень просто уже должны полицейские уже должны додуматься, что инвалиды тоже люди и полицейские машины тоже должны быть с панусами. Так что вот мой совет такой, раз мы люди, то это нас тоже надо арестовывать. Да, Я буду тебе передачки носить в Сочетании. Да ладно. Мы вместе с Риной. Ты можешь себе представить, чтобы я вышел протестовать на солнце? Нет, нет, нет. Или не дай бог ребенка послал своего на солнце? Не дай. Тем более там больные дети. Послушай, вот, кстати, тоже от Ричарда был вопрос, было ли за всю жизнь хоть одно лечение, хоть как-то помогавшее вам улучшить ваше состояние? ДТЦ, ДЦП, я так понимаю, или по-прежнему это совершенно не лечится нигде в мире. Спасибо за ваше творчество. Хочу выразить вам свое уважение и восхищение. Ричарда, вам спасибо, конечно, за то, что читаете, потому что книга — это всегда читатель и писатель, это два человека делают. Книга — это процесс телепатии, это не я, это Стивен Кинг сказал, то есть я что-то послал в эфир, вы что-то приняли, если что-то приняли более-менее ясную картинку, процесс телепатии прошел. Лечение от ДЦП. ДЦП — это не диагноз абсолютно, это церебральный паралич, который произошел в детстве. Вообще-то, это не натальная скорее проблема, чем проблема медицинской, это не натальная скорее проблема, чем проблема вмешательства, хирургического, либо медикаментозного. Нужно просто роды принимать аккуратнее, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, когда роды уже приняты, когда год уже два прошли, уже мало что можно сделать. А в моем случае, так как мне перерезали сухожили на ногах, сделать еще меньше можно, было что-то. А лечение? Лечения нет, есть только профилактика, только нормальные роды. А про роды в России, знаете, пусть вам расскажут женщины, которые сейчас живут в России, вот они сейчас рожают, или найдите воспоминания Маши Арбатовой, как она рожала. Поверьте, женщины описывают, опишут, как они рожали в русских больницах, лучше, чем я это сделал, если мужчина не рожала. Тот я могу, конечно, добавить. Могла бы добавить подробности. ты добавляй. Нет, ну куда, в прямом эфире буду рассказывать про клеенка, про клеенку, на которой всю ночь надо лежать, да, на голой клеенке. И про то, что потом 10 лет я, например, не решалась на нового ребенка, на следующего ребенка, потому что мне казалось, что это... А потом, когда родила свою дочка, я сказала, боже мой, я всегда знала, что все так просто. То есть, я не понял, дочка рожала уже здесь. Дочка у меня собрала, сына я привезла сюда в полгода родила. А, понятно. В лучшем роддоме города Ленинграда, в Смольном. Вот. Можете представить? Вот, а меня в Кремлевке, то есть понятно. Ну, то есть мы... А, ты в Кремлевке, а я в Смольном. А, ты в Смольном. Замечательно. Теперь понятно, почему мы, в общем-то, здесь в Израиле смогли найти друг друга. Все ясно, без слов. Да, все, обещать не надо. Мы, как я сказал, слово женщины. Звезды над Кремлемом. Слово женщины, роды, все, все поняли. Не надо, пожалуйста. А уже лечение, ну, какое лечение? Поддерживай, не доживай. Быть больше в ванных, пошли дальше. Да. И я пока у нас имел неосторожность слушать вашу книгу за рулем в машине. В Украине книга будет издаваться? В Украине книга издана. Вот ответ. Ребят, ну, слушайте, я должен, я вот настолько вот удивляюсь. Ребят, вам нужно, живя в Украине, вам нужно связаться с Израилем, чтобы спросить, есть ли книга в Украине? Идите к своим издателям, набейте в Google у вас. В независимой стране издается книжка, на которой спокойно. Будет ли она переиздаваться? Поставьте вопрос, перевод лежит. Книга есть, у меня он есть на украинском. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Да, теперь я хочу задать тебе вопрос, который поступил, но это я не знаю, насколько это этично, но, ты знаешь, мне кажется, что надо ответить и в прямом эфире. Цесилия спросила, Рубен, у друзей видела раннее издание вашей книги с замечательным предисловием писателя Сергея Юрнина. Почему в последних изданиях вы заменили его? Сергея Юрнина, предисловие Сергея Юрнина никогда не было. Это вы, вы видели, очевидно, интернет, публикацию на радио Свободе рассказов, а благодарности Сергею так и остались в предисловии, так что, да, еще, чем многие путают, есть черным по белому, это публикация на радио Свобода, и белое на черном это книг бумажный вариант полный, который издает Лимбус Пресс, так что путаница происходит, путаница будет происходить, к сожалению, от меня это не зависит. Дальше. Подожди, пока вопросов нет, но если можно, давай мы все-таки вернемся к темам, которые могут быть интересны нам с тобой на пару для обсуждения, если ты не возражаешь. Пожалуйста, через что-то. Давай мы говорим немножко о литературе, как о сфере, которая волнует тебя и меня, о современной литературе. Я хотела тебя спросить, насколько тебе интересно то, что происходит сейчас в современной литературе, на каких языках, чем ты, интересуешься ли ты вообще, и я тебе объясню, почему этот вопрос возник у меня. Давай, давай. Ну вот, насколько тебе интересно то, что происходит. Интересно, что происходит, но на меня, как вам сказать, два потока. Первый поток рукописи, который падает на каждого писателя, живущего. Второе, литература, это то, что приходит к тебе, это не то, зачем ты иешь. Литература Альшулера, литература Номи Рейган, разумеется, она есть, она будет, то есть, если мы обозрали из-за русских, я вот не данный, понимаете, ко мне книги попадают очень странным образом, я не могу просто выйти и купить русскоязычную книгу. Мне Геласимов, например, очень нравится, все, что мне их нравится. Но пойти и купить Геласимов, это целое дело. Хотя я могу купить любую американскую книгу, не совпадение, так не должно быть. Должны, мы уже, русские диаспоры настолько распространены, настолько они есть везде. В конце концов, если есть русский магазин, в котором мы можем купить докторскую колбасу, почему нет магазина, в котором мы можем купить все актуальные книги? Дело в том, что было огромное количество таких магазинов. Ты даже не понимаешь, насколько много было подобного. Они были на каждом шагу, они все позакрывались, потому что не было спроса. Я понял, на колбасу есть, на книге не было. А тогда не у них. Тогда не ко мне, не ко мне. Я колбасная иммиграция. Ты не колбаса. Я колбаса. Нет, нет. Колбаса это я. Нет, я колбасная иммиграция. Я сейчас объясню. Иммиграция бывает двух типов. Первый, если ты едешь туда, и тебе разрешат молиться, как ты хочешь. А второе, это колбасная иммиграция, ты едешь, чтобы было, что покушать, где одеться безопасная медицина. Вот если у тебя покушать одеться безопасная медицина не интересует, ты едешь по духовным каким-то причинам, это одно. А вот это вот все за материальными выведами и за той коляске, на которой я сейчас сижу, это, в общем-то, материальная выведка. И да, мы колбасными играли. Значит, понятно, все выяснили. Русские магазины пищи есть, нет. Ну, собственно, вот так вот и следим. Елена Чечельницкая пишет, спасибо. От вас исходит столько спокойствия. Вот если бы вы видели меня сегодня в 4 утра, от меня исходило такое спокойствие, бешеное. Когда я тебе позвоню сегодня? В 9 утра. В 9 утра я звоню, Вика, родная. Никакой анонс не могу делать. Она говорит, может, вообще отменяем эфир? А я просто объясню. Церебральный паралич это такие спастические судороги. Если вы когда-нибудь видели человека в судорогах, вот я был в судороге где-то с 10 вечера до 4 утра без остановок. Таблетки никакие не помогают, медицин никакая не помогает. Можно обратиться к медицине, и они судороги эти снимут. Но тогда вы потеряете такого нарвого собеседника, как я. Вот. То есть вот я, конечно, веселый, я, конечно, умный. И я вам, конечно, еще надоем, если вам понравилось праздник еще. Вот. Но сегодня, когда меня Вика услышала, она говорит, Рубенечка, может, отмени, может, не надо? Я говорю, нет, слушай, я буду из-за того, что я ночь там промучился, и я отменю выступление. Лучше бы я тогда наклотался тех таблеток, съел очень спокойно. Мне стало стыдно, потому что я-то была готова отменить из-за того, что у меня воспаление какое-то на лице, выскачиваю, думаю, ну как же я поеду, какой прямой эфир? Ага, а тут тебе Рубен... как-то сказал, думаю, ну ладно, тогда, значит, вперед, камни, фаткет. А я говорю, слушай, мне только нужно часик поспать, еще с таблетками закинуть, часик поспать, и все, и я выду в эфир, вы меня видите, да? Это я еще ночь не спал, обрисовывайте меня в эфир, выпустите себя, ночь поспал. Разорву. Ладно. Давайте, давайте, по литературе, давайте немножечко про литературу, вот у тебя коварный вопрос. Да давай, пожалуйста. Подожди, подожди. Да, ну, про литературу. Интересен ли Биг Бейдер Вечная Жизнь Агузель Яхина? Я, кстати, вот сразу скажу, что я не знаю, что такая Агузель Яхина. Не знаю, Агузель, дорогая, если вы хотите узнать, что мне интересно или нет, постучитесь в личку, свяжитесь. Нет, нет, это вот тоже Елена Чеченицкая спросила про Агузель Яхина. но я не знаю, мы не тоже не знаем. Честное слово, ну вот живем, как на острове, колбаса есть, мне вот тут подтвердили, что колбаса есть. Да я не знаю, я не ешь колбасу, но она есть, я думаю. Слушай, колбаса есть. Ну все. Не обязательно, потому что ты ее ел. Сосиски тоже. Все ешь, ну все, все ешь и... Даже сыр есть. Можем пообсуждать, кстати. У нас, кстати говоря, у нас такая идея, что мы, ну не сегодня, а может быть, следующие эфиры наши, мы с удовольствием пообсуждаем всякие израильские, эзотические фрукты и продукты, потому что мы тут с удивлением обнаруживаем какие-то невероятные постоянно новшества, которые выращиваются в наших непонятных почвах. То есть вдруг появляются какого-то дикого цвета помидоры, в очередной раз появляются непонятного цвета плоды в виде там звездочек, в виде я не знаю... Ну кругом евреи, кругом евреи, поймите, они все время думают. Они могут не думать. Они не могут, не придумывают что-то. Я когда сюда приехал, меня лечили. Год прошел, придумали что-то новенькое. Я сейчас могу жить, не знаю, до 90. Вот, то есть мне врач сказал, все, так переставай, обеспокоиться, живи, сколько хочешь, сколько живи. Вот, про литературу, слушай, люди не все понимают про литературу. Давайте я расскажу, люди все послушают. Ой, а ты знаешь, я должна байпу Марта, если подожди, ты вот... Марта, знаешь, ты сказал про художественную литературу? Давай, давай. Он сказал замечательную совершенно фразу. Он сказал, художественная литература появилась в тот момент, что Йона пришел домой и сказал жене, что его не было 3 дня, потому что он их провел в черевике там. Здорово. Он прав? Он прав, да. Художественная литература это отношение Йоны к своей жене выражено здорово. Драматически. Да, драматически. Суть вот такая вот. Представьте себе, есть 20 детских домов. Окей, в моем случае 4 детдома, в каждом по 5 собак, он отпускает 20 собак, да, их всех отогнали. И одну собаку, когда-то, ну, по какой-то счастливой случайности, ее проиграли в детдоме, не выгнали, оставили. По многим причинам. И вот эту вот, одну собаку, я писал в книге. Вот этот выбор из сотни фактов, один самый главный, этот выбор есть литературы. То есть, когда приходит, ну, например, у меня в книге, поступает новенький, новенький, ну, понятно, как относится к новеньким, кто не служил, тот не поймет, кто не служил в советской армии. Поступает новенький, его обломают, убьют. И, разумеется, в моем рассказе поступает новенький, а он еще и боксер. Понятно, ну, боксер, еще инвалид, ну, понятно, что его обломать не получается. Вот. И тогда вы прочитываете рассказ и думаете, хорошо, новенький боксер поступил. Так же, замечательно. А Рубен в этот момент как поступал новеньким? А вот про это я вам не расскажу, ребята. Вот это, а про это додумывайтесь. Вот, боксер поступил, и ему пришлось дараться, и дараться сильнее, и дараться до крови, и дараться до конца. Рубен поступил, а, а, все, вопросов нет. да? То есть, всегда литература это то, что ты хочешь смягчить, то, что ты хочешь донести. Я уже задолбался всем русским, говорить, хватит уже убивать собаку в кадре. Хватит уже одной муму выше головы. Нет, читаю книги, вы говорите, не интересуюсь ли я, литературы, убивают то женщин, то детей, то собак. Ладно, вы там кино делаете, зачем собачку убивать? Вот у меня собачка живая, книги, смотрите, на меня какое противение. Нет повода для убийства собаки в литературе, не прощу. Вот следующий, пожалуйста, такой. у нас пока вопросов нет, у нас есть. Вопросов нет, что есть литература, что не есть литература. Да, я, для меня, всю литературу, для меня литература это фиксация момента бытия. А ты же не можешь вот точно зафиксировать, не протокол, не полиция, а при флаге. Нет, тот момент, что читатель на себе, на своей собственной шпуре, чувствует, не то, что чувствовала я, что-то свое, безусловно, или я, видя читателя, чувствую что-то, что являлось моментом бытия для писателя, литература сделала свое дело. У меня вообще литература, ты знаешь, у меня это огромная тема, которая меня сейчас волнует, потому что я вдруг обнаружила, что мне совершенно неинтересна российская литература поколением моих родителей. То есть даже те современные писатели, которые вполне в части, ходу, и израильские писатели, известные, и не израильские, пусть меня только простят, не обижайтесь на меня ради Бога, потому что, ну, кто я? Я всего лишь один из читателей. Но мне неинтересно стало все то, что мне знакомо и является уже пройденным для меня чужим опытом. Мне интересно исключительно то, что является уже опытом моего поколения, то есть, условно говоря, от 45 до 55, конечно, плюс-минус, естественно. Точно так же, как мне неинтересно, как-то молодой, молодежный, молодой, совершенно андеграунд. Мне просто чушь этот язык. Мне нужен. Вот мы с тобой ровесники, например, да? Ты наоборот неинтересно. Ну да, ну какая ровесник? Ты же сейчас коснулся, да? Жу испанца, спрашиваешь, а возрасте женщин. Не, ну я... И миссович, вообще. Я про твой возраст. Я миссова нашу возрасть. Я молодой. Так я моложе. По израильским векам. Да, мы молоды, молодые. Но дело в том, что вот я задумывалась над тем, что а почему мне скучны эти люди? Казалось бы, хорошо пишут. Они пишут, они либо, мне интересно, вечное. Ну тот же Маркес, тот же Пуковский, да? То есть бесконечное количество имен, действительно, которые вошли уже в... Их не нужно. Это не современные писатели. Они уже, в общем-то, стоят. На площадке отыграли, но мы теми не их читаем. И многое из этого мне, безусловно, интересно. Либо мне интересны молодые, относительно молодые уже, потому что мне в Советском Союзе, где я была бы молодым поэтом, и тот же был бы молодым писателем. То есть мы бы сейчас получали премию Ленинского Пусамова, скорее всего, в этом возрасте. Но мне не любопытно все то, что написано людьми, которые меня старше, хотя бы даже, в общем-то, на 20-30 лет. Почему? а YouTube-каналы молодежных не смотрят? Нет. А мне вот Обломов Добрый Доружий, Славный Доружий нравится. Замечательно. Я вижу, я вижу, понимаешь, он там в кадре готовится, что-то говорит, и я вижу, что это абсолютно свободное поколение, не такое забитое, как мы вообще. Они абсолютно свободны, они лучше нас. 250 тысяч раз вопрос не в том, что он там говорит, как он это при этом говорит, как он при этом говорит. А сколько лет ты? Ему лет 20, наверное. Нет, есть... Хорошо. Он не писатель, сразу тебе могу сказать. Он не писатель. Он не писатель. Вопросы есть? А есть не только вопросы, а есть очень приятные... Ну, зачитай, приятно, давайте. Давай приятные, а потом вопросы. Да, Виталий Фиш. Привет, Виталий. Я немного не о литературе. Рубен, ты мужик. И я не стесняюсь тебе это еще раз повторить. Когда мне хочется поныть по поводу боли из-за болтов в коленке после перелома, вспоминать тебя, нашу идею... Не знаю, что дальше у меня не получается. А, да, вот. Нашу идею по поводу вызова на шашлык я не похерю. Разгребнусь с цитнотом и свяжусь. Обязательно, обязательно. Я в на шашлык еду тоже. Да. Валя, меня он не приглашает. Нет, нет, он пригласит, конечно, тебя. Он человек добрый, щедрый. Да, я знаю, знаешь, сколько лет. Тут, да, ну, понимаешь, мужик, ну, тут опять же... Ладно, это ошибка выжившего. Мы же думали до сих пор, что дельфины, они, а человека толкают к берегу. Это нам рассказали те, кто, кому дельфины вытолкнули человека. А если предположить, что они просто поддерживают человека над водой, как у них инстинкт такой, они соорудичие поддерживают на воздухе. И просто тех, кого дельфины толкали в океан, мы просто с ними не беседовали. И это ошибка выжившего. Вы сейчас беседуете со мной и говорите, ой, как здорово, как хорошо, здорово, мужик. Да, я сам с собой горжусь, особенно сейчас, вот, когда с вами разговариваю. а те, кто умер, они же за себя не скажут, правда? Они же нам не расскажут, они же не. То есть, те, кто дал интервью и сказал, что Рубен очернил детские дома, это люди, которые вышли, а рад за них, что они вышли. Вот, а те, кто ушел, и ушли. А, еще про литературу, про книгу. Я когда книгу давал читать людям, когда она была издана в Юнгус Пресс, у меня был друг Димка, он в Москве живет, к сожалению, умер. Страшно знакомиться с новыми людьми, особенно с инвалидами. Умирают очень часто, и я понимаю, что он про этот момент. Ладно, я про что? Димка мне говорит, Рубен, знаешь, что, твою книгу никто не поймет. Вот, я говорю, а военные? Он говорит, вот никто, кроме военных, не поймет. Потом говорит, и кроме врачей тоже никто не поймет. Врачей поймут, понятно. А, и кроме женщин, которые рожали, да, кто рожал, тебя поймут. Кто не рожали, нет, ну, кроме женщин, я говорю, слушай, получается, меня никто не поймет, кроме женщин, кроме военных, кроме пограничников, кроме милиционеров, кроме ветеранов, кроме афганцев, кроме детей, над которыми в школе издевались, кроме... И получается такое кроме, что когда мне человек говорит, что то, о чем вы рассказываете, не было, я радуюсь. Я думаю, вот один человек, который не понял. Он, значит, и не служил, в больнице не лечился, не рожал, слава богу. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Не жил по-русски. Потрясающий есть вопрос, просто потрясающий. Анна Гил у тебя спрашивает, Рубен, как вы относитесь к феминизму? К феминизму? Я к каждому изму плохо отношусь, потому что как только на что-то изм прилепливают, то теряется сам смысл. Дело дошло до того, что феминистки, они сами уже не называются феминистками. Те, кто борются за равенство, они уже забыли, за что они борются, что такое феминизм, и откуда он пошел, куда он идет. Начинаешь по фактам беседовать. Планку не держат, а вообще феминизм это идея равенства, идея равноправия. За идею равноправия я целиком за. А азаризм, который из него сделали, из нее сделали, сделали. Из этой идеи, как марксизм. Марксизм, и, впрочем, очень неплохая штука. То есть тому, кто изучает экономику, у них нас вверх. Так что вот так вот это, как феминизм, кризм, мочизм. Дальше. Виктор Михайлович спрашивает, как вы считаете, люди с инвалидностью должны бороться за свои права и льготы, или лучше ждать, когда власть вспомнит и что-то предложит? Во-первых, я не знаю, что такое бороться за свои права. А вообще, я считаю, что люди вообще, ну, ладно, высказать инвалидностью, пусть все инвалидностью. Они должны жить. Вот когда ты живешь, ты за свои права борешься этим самым. Когда тому текст перевел, тому компьютер наладил, тому то, тому то, тому то. И этим борьба. А вот так вот, чтобы на площадь выйти, ну и толку, ну и выйдешь, ничего не изменится. Вот, я могу сказать, что вот, да, люди смотрят, в зависимости от того, какими они нас увидят, они так к нам будут относиться. Поймите, и к вам, ко мне, к любому. А если еще глубже глянуть, то это вообще не относится ни к инвалидам, ни к здоровым, ни к женщинам, ни к мужчинам. Просто жить и своей жизнью бороться вот так вот. Я жутко несерьезно, потому что серьезную тему обсуждала, а у меня тут тот же самый Виталий Фиш, написал «Все на шашлык, Вига будешь читать, а мы есть». Я знаю, ты на диете, все замолкает. Оптимистически все. Да нет, Вига тоже ест, не надо, пожалуйста. Да, поэтому не отвертеться. Давайте, давайте, и что, к ленизму как-то. Вот такой вопрос, спрашивает Ирина Телина. Не слишком ли много литературы в мире? Нет ли перепроизводства литературы? Все пишут. Это очень хорошо, потому что у Стравградских есть инопланетянин, у которого в дипломе написано «Читатель пятого разряда». То есть, понимаете, в чем дело вы смотрите? Скоро будут платить тем, кто читает, а не тем, кто читает. Это я понимаю, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь вы поймите, типографские расходы уже настолько низкие, а мы уже начали общаться смс-ками, уже каждый мир катится в пропасть, вдруг опс. И люди стали общаться книгами. И пусть все пишут, пусть все издаются, почему бы нет, они мне не мешают. Мне же никто селку не заставляет книгу покупать. Но я могу, допустим, или в виде книги, или в виде видео, или в любом другом виде могу узнать, как, например, люди живут в Бангладеше. А раньше как бы я узнал. А сейчас поехал любой русский, поехал в Бангладеше, я могу включить канал и увидеть его глазами. Это тоже литература, между прочим. Не обязательно на бумаге, да, напечатать будет литература. Ой, сейчас я вот не могу удержаться, я клянюсь все-таки тоже. Давай, давай. Мы тоже на прошлой неделе, когда у нас была тема обсуждения этих европейских бунтов, еще была одна тема, на самом деле, трагическая, по-настоящему. Это тема подводной лодки, лошадь и гибели 14 моряков, из которых все миры были в очень высоком рамке. И поэтому я совершенно не собираюсь вклинивать здесь какие-то политические темы или что-то. Но что я хочу сказать? Вот ты сейчас говорил о том, что мы способны сейчас совершенно другими методами, да, получать опыт других людей. И это ведь что? Это то, что нам подарила вот эта самая всемирная сеть. На самом деле я большая поклонница идеи того, что мы потихонечку становимся коллективным разумом. Вот почему лодка лошадь, почему я упомянула, потому что все инфраструктуры, на самом деле, да, в основном, ну, 90% с лишним, они проходят по дну океана. И кибервойны — это вовсе не войны, когда только сидят умные там хакеры и программисты и воюют друг с другом. Кибервойны требуют еще и соответственного оборудования. То есть такая вот лодка, которая способна вывести из строя мировую систему интернета. Ну, пока там спутники, скажем, Илона Маска еще не совсем в ходу. Но, в принципе, да, то есть мы стали совершенно жить в совершенно других реальностях. Это безумно интересно, это требует особенного подхода. То есть насколько мы стали, становимся частью этого мирового опыта. И насколько все это может исчезнуть в один момент. Представь себе, да, не вот книжных, книг бумажных. Собственно, говорят, ломания нужна, они сейчас уже никому не нужны. Не будет бумажных книг. Исчезает интернет. А что с тобой? Слушай, подожди, я не буду бумажных книг. Ты издашь свой бумажный книг, я не буду тебя брать. Любой человек издаст, в основном, своей бабушке. Сделает 50 экземпляров, раздаст второй сегодня. Чего-то плохого. Люди, наконец, начнут читать длинные тексты. Хорошо. Не верят, что начнут. Ну, это особая тема. Ну, как, люди встречаются, обмениваются книжками. Почему нет? Удобно. Вот. А или, например, ну, ладно, видим, видим. Это вот как вот... Да, слушай, да скоро эта реальность будет такая, что ты вот нажимаешь кнопку компьютера, закручиваешься, у тебя, ты моментально оказываешься в реальности чужого человека, совершенно другого человека. Ну, это отдельная история, ладно? Да, да, да. А если он ничего не добавит, литература не получится. Это реализм. А литература не реализм, а литература то, что сверху. Вот сверху еще чуть-чуть добавил, кто-то здесь. Я с тобой согласна. Абсолютно. Абсолютно. Вот и да. Но просто литература в каком виде книжном? В любом она будет, а мы не знаем, в каком она будет существовать. Елена Челеницкая спрашивает, кто для вас хороший психолог? Ой, я вообще в этом не разбираюсь. Психологи со мной советуют сказать, что я тебя... А зачем, собственно говоря, писать или нужен психолог? Вот вопрос. Нет, 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 нет. Зачем психологу нужен писатель? Психотерапевт, да, возможно. Зачем психологу нужен писатель? Ну да. Им надо с кем-то посоветоваться. Зачем писателю нужен психиатр? То есть давайте разделим. Нужен психиатр. Давайте разделим. Да, в моей возрастной группе с моим диагнозом. Мне нужен психиатр, а я у него на гидраль. Да? Я могу это открыто сказать, мне сказать ничего не будет. Да, чтобы на психиатра выучиться, это 8 лет нужно учиться. Потом работать, потом в интернатуре, потом еще, потом еще, потом еще. Когда человек мне говорит, что он за 2 года выучился на психолога, ну за 2 года шизофреника не видел. Нет, это коучинг, я думаю. А что это такое? Коучинг? Нет, коучинг это другое. Психолог это высшее образование, серьезное, много лет. А он включает в себя и медицину? Да, ну смотри, это самые престижные... Нет, нет, ты путаешься к Коучингам. Коучинг это другое, это отдельная история, мы в это входить не будем. Если он, вот этот психолог, медицину изучал, и в дурке работал, то есть он понимает, что такой мозг человека лучше, чем мы, тогда пусть работает. А так я сталкиваюсь с тем, что именно психиатры и знают, какому сторонам больше. Ну, это отдельный разговор. Ну, хорошо. Смотри, уже несколько раз получал вопрос от разных совершенно зрителей. Рубен, вы что-нибудь сейчас пишете, готовите к изданию? Нет, я сейчас ничего не пишу. Сижу, живу. Ну, я, ну, вот, сейчас с вами беседую. Да. Это тоже часть написания моей литературы. Да, ну, ребята, я думаю, что мы уже безумно много времени, на самом деле, в этом эфире. В очередной раз мы сидим, мне кажется, просто перебарщиваем, перебираем уже все нормы возможного общения, но люди вроде как... Люди подтянутся. Ладно, знайте, чтобы кому захочется меня увидеть, да? Нет, я тебе знаю, что... Пусть тебе письма пишут. У тебя 10 пальцев. Нет. Вот пусть тебе письма пишут. Нет, ну за что ты мне работаешь? Вот видите, слушай, человек отказывается. А я одним пальцем ничего другого. Я совершенно... Должен всем отвечать. Ребята, если я кому-то не ответил, вот пальчики мои видите, да? Вот так вот, приблизительно. Почему? Не потому что я вас не люблю, не уважаю. Ребята, давайте действительно мы следующие вопросы оставим все-таки на следующий наш эфир, потому что мы совершенно не собираемся останавливаться на том, что сейчас... А мы выйдем в эфир, нам все расскажем. Ну потому что да, мы будем выходить в эфир. Я уже говорила и повторюсь снова, что мы примерно... Ну, на данный момент мы считаем, что будет это возможно примерно раз в две недели. То есть не примерно, а так это, в общем-то, планируется, да? Раз в две недели выход в прямой эфир, общение с вами напрямую. Мы будем всегда благодарны за разнообразнейшие ваши вопросы, за темы для обсуждения, потому что, как вы понимаете, эти темы актуальны. Они интересны нам самим. И, в принципе, этот формат общения мы сочли интересным и важным, не только для нас, видимо. Поэтому будем рады вас увидеть снова здесь через две недели, 21 июля. Думаю, что опять же в 6 часов вечера это будет логично. И будьте мне все здоровы, да? На этом мы попрощаемся. Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем эфире. Вы нам очень-очень помогли. Удачи! Спасибо. 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 Спасибо.